Эпоха гигантских, изменяющих геометрию и дизайн машин-трансформеров, начавшаяся с идей писателей-фантастов в начале 21 века и покорившая кинопроизводство к середине века, казалось, закончилось. Однако она вернулась вживую, реально уже через полсотни лет, после того, как технологии человечества достигли уровня «почти бог», то есть почти без ограничений, и по Земле и планетам Солнечной системы принялись бродить колоссальные механизмы, способные резать скалы как масло и прокладывать глубокие шахты в недра планеты. Появились такие же мощные аппараты и в космосе. 21 июля 2123 года большой беспилотный трансформер «Невидимый охотник» под бортовым номером 102 отправился в путь с российского космодрома Плесецк, принадлежащего РКС, Российской космической системе и ЦИОК, Центру экстремального оперирования в космосе. Дизайн дронов такого класса, разумеется, не являлся следствием усилий конструкторов и художников виртуальных машин. Последние были созданы для усиления впечатления от кино и намного превосходили возможности реальной техники. Но идея сохранилась практически во всех технологиях последующих времен, даже в рекламе и особенно в рекламе. Поэтому реальные трансформеры, в том числе и беспилотные, к началу 22 века приобрели потрясающие возможности, пользуясь новыми материалами и новыми разработками. Веку такого технического «почти бога» предшествовали лютые столетия политического и военного соперничества. С 20 по начало 21 века США и их сателлиты инициировали более 300 военных конфликтов и региональных войн. Но самое главное, к концу 21 века вместо государств были созданы межгосударственные корпорации, по сути те же государства, но подчиняющиеся бионейросетевым системам. Естественно, под управлением владельцев. Владельцами были люди даже не из золотого миллиарда, а из бриллиантового миллиона. Вся остальная структура и направление хозяйственной деятельности в точности совпадали со стратегией цифрового социума типа киношной матрицы, только чуть в ином варианте. При этом сохранился дух цивилизации, привыкшей жить по законам глобальной лжи, культивируемой Западом. К 2101 году большей частью мирового богатства завладела структура, принадлежащая всего лишь 0,01% от численности населения Земли. Научившись манипулировать сознанием обывателя, эта элита, способная оплачивать прогресс науки и техники, стала владеть и технологиями усовершенствования человека, его творческих способностей и красоты. Возродились греческие мифы о расе богоподобных людей, меньше всего подверженных болезням и старению. Однако жить по правде эта элита не стала, все так же используя приемы оговора, обмана и прямого предательства. Ее геном был безнадежно изуродован ложью, обволакивающей весь мир паутиной безнаказия. порока. Изменились идеи, проблемы, посылы и стратегии экономики, а также науки, в том числе изучающие космическое пространство. Увлеченные соблазнами жизни в виртуальном цифровом формате, люди устремились внутрь машин. Наибольшее внимание исследователей привлекали не естественно научные проблемы, а исследования, которые сулили экономические выгоды в ближайшей перспективе. И первым отрицательным следствием этих меркантильных устремлений стало падение у людей интереса к изучению космоса. Правда, и в те времена собирались коллективы исследователей на государственно-частном уровне, увлеченные наукой и открытиями мира. Как показали исследования, люди очень легко поддаются внешнему психонейролингвистическому воздействию. Опыты довели до создания крупных биоцифровых систем. Уцелели лишь три десятка этносов, да и те уходили под горизонт виртуальности. Но творческие группы сохранились. Больше всего, как ни странно, такого рода коллективов породил не Китай и даже не федеративная Россия, вновь собравшая к концу 21 века пояс южноплеменных образований. Самое большое их количество осело в Новой Зеландии, Бангладеш и Восточной Индии. Впрочем, эта тема лежит вне наших повествований. Невидимый охотник в стояночном положении представлял собой геометрически спокойное сооружение, вроде эллипсоида с редкими нишами и волнами. О быстроходности аппарата матки можно было не беспокоиться. Им использовались суперструнные технологии или технологии ВСП, векторные свертки пространства. По сути, он не двигался в пространстве, а раздвигал его с любой скоростью, какую давал ему варп-двигатель, что позволяло перемещаться в миллионы раз быстрее пресловутой скорости света. В Ланиакею охотника направил экспертный совет РКС, заинтересованный получением информации от реестра мертвой руки. Капун дал первую наводку о существовании грандиозного объекта. О Капуне, вестнике апокалипсиса с планеты Тора, глаз Гефеста, читайте в романах космопроходцы у границы мрака Экзотерика. И беспилотный корабль отправился туда, куда еще не залетал ни один земной ВРП-космолет. Управлял охотником Кванг под номером 102, искусственный интеллект шестого поколения, выращенный на основе квантовых ячеек кубитов. Персональные черты предавались технике далеко не всегда, да и андроидный облик требовался больше службам безопасности и криминальных союзов во избежание многочисленных конфликтов, пережитых человечеством в прошлом, поэтому 102-й личности не имел, хотя в интеллектуальном плане не отставал от могучих вычислительных кластеров. Но Капун не дал точных координат нахождения суперобъекта, только указал, что путь к нему лежит вдоль потока атомарного водорода, исходящего из планетной системы Троппист-Белого в созвездии Стрельцов. По идеям физиков, поток был образован при погоне боевой системы какой-то древней цивилизации за другой системой. Так ли это было на самом деле и должен был выяснить невидимый охотник, прежде чем отправиться к границам Ланиакеи? Однако систему Белого он исследовать не стал. Если в системе и была когда-то цивилизация, она давно прекратила существование. 102-й запустил в нее дрон-исследователь класса Универсам и помчался дальше, глотая парсеки, следуя изгибам и коленам водородного потока. Почему при погоне двух разных боевых систем прошлых времен возникал такой необычный след, компьютер охотника не знал. Слово же «интересно» не действовало на него, как на человека пытливого. В программу исследования оно было вбито под сложным цифровым обозначением, и этого хватало, хотя какое-то цифроэмоциональное влияние на поведение ИИ шестого поколения оно все же имело. Для полного подключения индивидуальных качеств требовались более сложные интеллекты. Первые часы полета на ВСП-траке охотник лишь выходил из струны на короткое время, чтобы контролировать ситуацию. Таким образом, он двигался около тысячи световых лет, выйдя за пределы галактического рукава Стрельца, в котором располагалось Солнце. На этот путь он потратил всего трое суток, изучив более десяти колен потока. Оказалось, что в местах изменения вектора движения потока в этих районах пространства развивались какие-то энергетические события, оставившие своеобразные пустоты с занозами внутри. Они представляли собой свернутые в ячеи прозрачные слабосветящиеся области и все еще извергали дымные струйки молекулярного водорода, результат превращения атомарного в молекулы. Исследовать их узлы 102 не стал, не имея специального задания, оставил два крота, дроны для накопления информации, и все. Он собирался забрать их при возвращении. Еще через два дня 102-й достиг точки пересечения полусотни звездных сверхскоплений Илониакеи у ее основания, и до цели осталось не более трети пути. Если бы 102-й родился человеком, он наверняка залюбовался бы великолепной панорамой космоса, напоминающей дельту светящейся великой звездной реки. Но это было еще впереди. Зрелище для людей, продолжающих изучать и рассматривать таинственные и грандиозные пейзажи, порожденные природными силами. Хотя жили на Земле и люди, полагающие, что Вселенная порождена по воле богов. Впрочем, верования и доказательства этого постулата или иного варианта рождения человеческого мироздания охотника не волновали. Его вообще мало что волновало, кроме выполнения задания, которое он должен был выполнить в достаточно короткие сроки, в течение месяца. За ним, если это стало бы необходимо, должны были пойти другие пилотные экспедиции. К объекту, найденному благодаря реестру мертвой руки, он приблизился 28 июля. Вряд ли люди, не знавшие до этого координат его нахождения, смогли бы его увидеть на фоне сияющей Илониакеи с расстояния в 3-4 миллиарда световых лет. Такими технологиями они пока не владели. Нельзя было сказать, что и И-102 удивился или озадачился увиденным. Реестр мертвой руки не давал изображений или других характеристик, кроме указаний о существовании. Земные ученые подозревали, что объект представляет собой остатки двух мертвых вестников апокалипсиса, погибших во время схватки в финале глобальной войны. Однако он оказался, мягко говоря, не таким, каким ожидали его увидеть. Люди надеялись обнаружить облако останков сражающихся бойцов, пусть даже и очень большого размера, типа планет Юпитер и Сатурн. Ну а 102-й с расстояния в 30 миллионов километров увидел сначала кольцо из 12 красных звезд карликов, а затем черное пятнышко между ними, по мере приближения превращавшееся в подобие гигантского глаза.